Всем привет, с вами был Те. Добро пожаловать на канал и iPhone 15 утекает в сеть прям нереальными масштабами. Во-первых, обратите внимание на обои этого устройства. Говорят, что это обои с 15 Pro и 15 Pro Max серии, именно такие они будут. И также обратите внимание на цвет. Это два новых цвета новых iPhone 15 Pro и Pro Max, которые ожидаются. Синий и такой вот серый. Давайте поговорим о новостях, которые есть по 15 линейке, а там есть что обсудить. Так что если думаете приобретать себе новый iPhone 15 Pro, обязательно посмотрите это видео. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. И все обои есть в Телеграме, ссылка на который в описании. Ребят, начали видео полезной интеграции на тему восстановления данных, если что-то пошло не так во время обновления на iOS 17. Если вы заметили, что ваши данные некоторые отсутствуют на вашем устройстве, попробуйте их восстановить, используя приложение ULTDATA. Как работает эта программа? Здесь для восстановления есть несколько опций. Восстановление данных из бэкап-копий, которые вы могли делать на ваш компьютер. Также восстановление данных из ваших копий, которые вы делали в iCloud, или восстановление прямо с устройства iOS. Поэтому просто подключаете ваш iPhone к компьютеру, выбираете эту опцию, и в этом окне отмечаете, какие именно данные вы хотите просканировать. Например, фотографии и все остальное я выключу просто для примера. Дальше начнется сканирование устройства, и после этого вы увидите все фотографии, которые есть на вашем устройстве, и в один клик, нажав на экспорт на ваш компьютер, вы это все перенесете уже в память ваша Mac или Windows компьютера. То есть вот так просто это работает, и работает это со всеми данными, которые могут быть на вашем устройстве. Ссылку на сайт я оставлю в описании к видео, оттуда вы можете загрузить это приложение, и так вы можете восстановить нужные вам данные. Вернемся к iPhone 15, и первое, с чего начнем, это цвет устройства. Потому что на самом-то деле это важно. Если человек думает купить себе новый iPhone, он выбирает из эксклюзивных цветов серии. Например, на 14 линейке был фиолетовый. Мне он не достался, потому что их просто разгребли буквально при открытии предзаказа. И достался такой черный, который я хотел. Но, в принципе, если мы посмотрим на то, что сейчас говорят про iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, у нас будет два новых цвета. Первый это Titan Grey. То есть вот такой титановый светло-серый цвет, который на самом-то деле выглядит интересно. И под определенным углом он может быть как темно-серым, так, соответственно, и светло-серым. И второй вариант цвета, который добавляется, это Dark Blue. Вот это топовый цвет, который, я уверен, выгребать будут сразу с пола, как только iPhone уйдут в предзаказы. По последним утечкам, которые есть с портом USB Type-C, он будет выкрашен именно в цвет корпуса. Соответственно, нет никаких сомнений, что, во-первых, USB Type-C появится. И, во-вторых, два вот этих новых цвета. Какой вам больше нравится, напишите в комментариях. Мои деньги, я думаю, уйдут на Dark Blue. Перед вами скриншоты прошлых 15 серий. И, как вы можете видеть, здесь отсутствует золотой цвет. Это понятно почему, потому что последние годы золотые проваливаются в продажах. Поэтому в этом году Apple меняет линейку iPhone на цвета более строгих оттенков. Дальше провода для зарядки. И, казалось бы, iPhone главная вещь, причем тут вообще провод. Ну, провод и провод. Но, на самом-то деле, в этом году есть изменения, которые касаются и проводов в том числе. Перед вами скриншот проводов, которые для обычного iPhone 15. И они разноцветные. То есть, вот таких цветов будут iPhone. И в этом году Apple делает не единый белый кабель для всех устройств. Она делает кабеля разных цветов под разный цвет самого iPhone. Не знаю, зачем это сделано. Видимо, чтобы привлечь внимание именно к кабелям. Потому что USB Type-C приходит на новую серию устройств. И, соответственно, так поднимется больше ажиотаж. Apple даже удлинила эти кабели на 50%. То есть, в поставке с вашим iPhone кабель будет длиннее на 50%. Очень хорошая новость. Потому что, ну, длинный кабель никогда не помешает. Плюс этот кабель не в пластике, а он плетеный. То есть, вот как на макбуках, вот такое вот плетение из ткани. И эти кабели, они, мне кажется, больше долговечные. То есть, вы их не перетрете, они не заломаются ни в коем случае. Просто потому, что ткань таких свойств не имеет. Я не знаю, как нужно перегибать кабель, чтобы именно тканевый сломать. Это хороший знак. Но если у вас будут белые устройства, то, соответственно, кабель будет тоже белый. И при использовании он желтеет буквально через полгода. Просто понимаете этот момент, если покупаете белое устройство. Масштаб утечек просто потрясающий. Потому что даже кабели утекли к людям, которые их затестировали и выдали информацию. То есть, я не знаю, что там у них происходит в Apple. Но такое ненормально абсолютно. То есть, кабель на обычной 15 серии. На это именно от 15-го iPhone. Обычного прошлого поколения версии 2. То есть, это будет не быстрая передача данных. И, скорее всего, не самая быстрая зарядка. То есть, как бы, да, USB Type-C. Но все равно ограничены и урезаны. Возможно, на 15 Pro и 15 Pro Max будет 3.0. Который уже может выдавать и нормальную скорость передачи данных. И быструю зарядку. И последнее на тему провода. И, наверное, самое важное. Это быстрая зарядка для 15 Pro и 15 Pro Max. Из коробки вы сможете заряжать ваше устройство с мощностью 35 Вт. Это, на самом-то деле, хорошо и быстро. Потому что на данный момент iPhone может переварить 24 Вт. Больше, как бы, стоит ограничитель. А 35 Вт позволят заряжать аккумулятор вашего устройства быстрее через USB Type-C. Следующие утечки касаются нейминга устройств. Как они будут называться? Эти утечки прямо из Apple от сотрудников. Журналисты в Америке на эту тему активно общаются. Так вот, самый старший iPhone 15 по логике должен называться Pro Max. Но дело в том, что в самом старшем iPhone 15 будет много чего нового. В отличие от того же 15 Pro. То есть, нейминг нужно менять. И говорят, это будет Ultra. То есть, iPhone 15 Ultra. Самый крутой телефон с камерой перископом, с титановым корпусом, с новым чипом, с новой батареей. И вот это вот все дело. То есть, сейчас на 14 серии 14 Pro и 14 Pro Max. Это практически два одинаковых устройства. Просто они разные в размере. А в iPhone 15 Pro будет, грубо говоря, как 14. А Pro Max или Ultra получит больше новых функций. Поэтому он станет Ultra, типа, самый крутой, самый классный телефон. Я не знаю, мне вообще все равно. Pro Max или Ultra я беру Dark Blue. Далее просто новость, которая говорит о том, что, возможно, будет задержка в поставках iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Дело в том, что там изменились рамки дисплея. То есть, по сути, вся технология дисплея, она меняется. Плюс изменилась технология производства аккумуляторов. И в 15 Pro Max или Ultra добавится камера перископа. Это все влияет на поставки комплектующих, потому что изменились пресс-формы, изменились станки и в целом технология производства. Поэтому, возможно, задержка на несколько недель для предзаказа самых старших iPhone. В целом, это все главные новости, которые на данную минуту появились по новой серии iPhone. Мы знаем об этом устройстве уже абсолютно все. Даже презентацию 12 сентября не особо хочется смотреть. Ведь реально мы знаем абсолютно все. На канале есть еще видео про цены, про дату выхода. Можете посмотреть это видео по ссылке в описании. Там ценник просто дико конский. На этом все, ребят. Пишите в комментариях, как вам эти новости. Ждете ли вы новый iPhone и будете ли вы его покупать. Как вам вообще цвета и что вы об этом думаете. Буду рад пообщаться с вами в комментариях. Также поддерживайте видео пальцем вверх. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok